Как понять, перед нами обычная цифровая звуковая рабочая станция или специализированная программа для мастеринга? Все очень просто. Если на экране мы видим огромную аудиодорожку и целую кучу анализаторов, определенно это программа для мастеринга. Но почему так? Давайте разбираться. Пожалуй, наиболее популярной программой для мастеринга является WaveLab, который вы сейчас видите на ваших экранах. На его примере мы рассмотрим все основные концепции, заявленные в теме сегодняшнего видео. В центре графического интерфейса мы видим аудиофайл, его волноформу, а сверху несколько измерителей. Давайте включим воспроизведение и посмотрим, что они нам покажут. Слева мы видим спектрометр, который показывает частотную характеристику аудиофайла. Причем довольно детально. Если нужно более обобщенное отображение частотного спектра аудиофайлов, мы можем переключиться на спектроскоп. Да, каждый из этих измерителей мы можем развернуть на весь экран. Немного правее находятся измерители уровней громкости, а также распределение энергии по панораме. Если мы будем готовить аудиофайлы для вещания, то есть для телевидения или радио, мы будем использовать loudness-метр, который полностью соответствует стандартам громкости EBU. Динамику аудиофайлов мы можем контролировать с помощью Wavescope. Он показывает, каким будет аудиофайл после всех обработок. Если мы будем применять компрессоры, лимитеры и любую другую динамическую обработку, мы будем видеть, не слишком ли мы пережали сигнал и все ли в порядке с грувом. Для реставрационных задач нам может пригодиться спектрограмма, но это не касается мастеринга, поэтому эту тему сегодня мы затрагивать не будем. В правом углу мы видим PhaseScope или гониометр, совмещенный с коррелометром, которые показывают нам фазовые характеристики аудиозаписи. Если мы находимся в пределах от 0 до плюс 1, наш аудиофайл в порядке. В общем-то, довольно подробные и довольно полезные измерители. Это первая отличительная особенность всех мастеринговых программ. В других DAW измерители включаются спорадически, а здесь они всегда присутствуют на экране для дополнительной визуализации того, что мы слышим. Следующее. Мы видим волноформу, которую в мастеринговых программах обычно можно увеличить до одиночных сэмплов. Более того, каждый из этих сэмплов мы можем отредактировать. Переключимся в меню Edit, выберем карандаш, и при желании мы можем перерисовать волноформу, как нам вздумается. Конечно, сейчас это не нужно, но если бы здесь были какие-то щелчки или любые другие проблемы, с помощью карандаша решить все эти неприятности было бы очень просто. Пара секунд, и все готово. Помимо волноформы, мы можем включить отображение спектрограммы и посмотреть на сигнал более детально. Но есть кое-что более интересное. Меню Loudness. Здесь мы можем посмотреть, как изменяется громкость аудиофайла с течением времени. Таким образом, можно контролировать динамику просто с невероятной детализацией. Еще одним важным моментом мастеринговых программ является наличие монтажного окна, с помощью которого мы можем собрать CD-диски или отмастерить целый ряд аудиозаписей, сделать мастеринг какого-нибудь концерта, разделив его предварительно на фрагменты, экспортировав их в отдельные аудиофайлы. В общем, нам нужно монтажное окно для целого ряда задач. Давайте посмотрим, как это окно выглядит в WaveLab. Вы можете заметить, что на двух дорожках я разместил несколько треков, а также я добавил дорожку референс. Она появилась в WaveLab 10-й версии. Зачем она нужна? Очень просто. С ее помощью мы можем переключаться между, как в моем случае, демо-треками и миксами, или же мы можем переключаться между какими-то коммерческими референсами и нашими работами, что также очень удобно. Но монтажное окно в первую очередь нужно не для этого. Давайте увеличим масштаб. И посмотрим на фейды. Вы можете заметить, что я сейчас изменяю фейдаут, но это есть и в любых других DAW. Но чего в них нет, так это очень детального выбора фейдын и фейдаут. У нас есть различные варианты затуханий, между которыми мы можем переключаться. Я нигде не видел подобной гибкости, только в WaveLab. С помощью вот этих всех опций мы можем выбрать затухание таким, каким оно нужно нам для конкретной аудиокомпозиции, а не таким, какое нам предлагает DAW по умолчанию. Друзья, сегодня мы разыграем две лицензии на WaveLab Elements. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также в комментариях написать, для какой цели вы будете использовать эту программу. Возможно, для мастеринга, для реставрации аудио, или, может, будете записывать подкасты. Напишите, будет очень интересно почитать. Напоминаю, что розыгрыш будет проходить на YouTube, поэтому оставляйте свои комментарии под видео именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно объявим в нашем сообществе на YouTube. Помимо прочего, в мастеринговых программах должна быть возможность настройки огибающей для аудиофайлов. Например, в вот этой части трека мне нужно увеличить громкость. Я выделяю эту часть аудиофайла, переключаюсь на Envelope и нажимаю Rise Selection. И вы видите, что мы увеличили громкость аудиозаписи в этом фрагменте. Потом мы это все можем дополнительно подстроить, настроить дополнительные точки огибающей. В общем, WaveLab позволяет очень детально настроить громкости аудиозаписей для формирования микродинамики в процессе мастеринга, что пригодится для создания поистине впечатляющих и динамичных аудиозаписей в итоге. Обычно программы для мастеринга предлагают довольно подробную статистику всех возможных характеристик аудиозаписей. Давайте переключимся на одиночный трек. Перейдем в меню Analyze и выберем Global Analysis. В этом окне мы можем получить информацию о громкости аудиофайлов в самых тонких пределах. Вы видите, что правый канал этой аудиозаписи немного превышает уровень в 0 дБ полной шкалы. Эту информацию мы можем использовать в дальнейшем, чтобы исправить эту проблему. А исправить ее очень просто. Переключаемся в меню Process, нажимаем Gain и можем изменить его совсем немного. Вы видите, что с каждым движением я уменьшаю громкость аудиофайла на 0,2 дБ. Но это уже слишком много. Теперь зайдем в меню Analysis и сделаем Global Analysis еще раз. Теперь мы видим, что аудиофайл не превышает 0 дБ полной шкалы. Очень просто, удобно и довольно быстро. Сегодня я не буду делать подробный обзор WaveLab, мы сосредоточимся только на самых главных моментах, которые касаются мастеринга аудиозаписей в отдельной программе. Вернемся к аудиомонтаж и посмотрим на маркеры. Вы можете заметить, что каждый трек обозначен красными маркерами. Это означает то, что они готовы для экспорта на CD. Но мы можем также добавить и маркеры регионов. Например, я могу выделить вот этот фрагмент аудиозаписи и нажать на белые маркеры. Таким образом мы обозначили регион, который в дальнейшем может быть экспортирован в отдельный аудиофайл. Мы можем совмещать и маркеры CD, и маркеры регионов, и также использовать другие маркеры, например, маркеры зацикливания, маркеры exclusion, маркеры ошибок и маркеры корректировок. Эти вещи обычно используются для реставрационных задач, не для мастеринга. А вот для мастеринга нам пригодятся красные и белые маркеры. Потом, когда все вот эти вещи будут расставлены, мы можем использовать окно рендера, чтобы экспортировать наши записи в самых широких пределах. Можем экспортировать весь монтаж как один файл, можем отдельные аудиодиапазоны экспортировать, мы можем сделать CD, можем экспортировать очень разные варианты, что обычно не присуще. DAW для сведения музыки. Следующий важный момент, собственно, обработки. В правой части экрана вы видите Master Section, на который загружен Master Rig. Это плагин, который поставляется в пакете с WaveLab, и он напоминает другой, очень популярный мастеринговый плагин. Что это за плагин, напишите в комментариях, конечно, если знаете. Вы видите, что здесь доступно несколько модулей, компрессоры, эквалайзеры, динамические эквалайзеры, сатураторы, стереорасширитель и, конечно же, лимитер. То есть в WaveLab мы можем сделать обработки только встроенными средствами, и все будет работать отлично. Но это мастер-секция, которая касается всех аудиофайлов. Но если мы захотим обработать отдельные клипы, мы можем использовать вкладку Инспектор. Здесь обработки могут быть добавлены в несколько маршрутов. Первый маршрут – это, собственно, аудиоклип. Второй – это трек, то есть обработки будут применяться ко всему треку. И output – обработки будут применяться ко всему окну аудиомонтаж. Потом будут направлены на мастер-секцию, после чего попадут в вот эту область – Final Effects Dittering, где мы можем настроить, собственно, Dittering. И далее это все уйдет на экспорт. Подобная сигнальная цепочка довольно традиционная для мастеринговых программ. Как вы видите, WaveLab и визуальный функционально достаточно сильно отличаются от привычного нам Cubase. Мастеринговые программы нужны для максимальной фокусировки на готовых аудиозаписях, а не на их компонентах. Максимально детальный визуальный отклик, максимально детальное отображение всех возможных технических характеристик аудиозаписей – это то, что нам нужно в процессе мастеринга. И WaveLab со всеми этими задачами справляется просто отлично. Друзья, если вам интересна эта программа и вы хотите увидеть больше видеороликов по ней, напишите об этом в комментариях. А пока на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.